ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ежедневно инспекторы ДПС отлавливают на дорогах Кировской области любителей глухой тонировки. Однако, судя по статистике, меньше их не становится. По данным ГИБДД, за первую половину этого года к ответственности были привлечены более трех тысяч водителей, и спрятавшихся за темными автостеклами. Штраф за данные нарушения минимальный 500 рублей. Однако, при повторной остановке за невыполнение законного требования сотрудника полиции можно попасть под арест до 15 суток. ТРАССА 101 Россияне набрали автокредитов и не платят по ним. По данным издания «За рулем», просроченная задолженность по такого вида займам за последнее время выросла наполовину. Всего автовладельцы должны банкам порядка 50 миллиардов рублей. Отчасти, говорят специалисты, в этом виноваты сами финансовые организации. В недалеком прошлом они раздавали автокредиты налево и направо, не запрашивая информацию о доходах клиентов. ТРАССА 101 Компания «Фольксваген» запустила продажи внедорожного кемпера на базе модели «Кадди». Машина стоит минимум 2 миллиона 620 тысяч рублей. Оснащается она бензиновым 110-сильным мотором объемом 1,6 и шестиступенчатой механической коробкой передач. В списке оборудования светодиодные фары, 6 подушек безопасности, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль. Кемперная составляющая – это, к примеру, диван-кровать, выдвижная кухня и палатка. ТРАССА 101 Самым востребованным, поддержанным легковым авто стоимостью до 1 миллиона рублей сейчас является «Лада Приора». Серебро принадлежит вазовской 14-й бронзе «Ладе Гранта». В ценовом сегменте от 1 до 2 миллионов лидируют «Тойота Королла», «Тойота РАВ-4» и «Киа Спортэйдж». Что касается машин с пробегом дороже 2 миллионов рублей, то тут «Пальма» первенства принадлежит трем «Тойотам» – «Лэнд Крузер», «Лэнд Крузер Прада» и «Камри». ТРАССА 101 Вы планируете продать свой автомобиль и хотели бы знать его реальную стоимость? Оценкой рыночной стоимости транспортных средств в Кирове занимается компания «Экскон». О сути процедуры расскажет руководитель отдела транспорта компании Константин Кузнецов. Мы занимаемся оценкой автомобиля. Для этого надо просто приехать с документами на автомобиль, своими документами к нам в фирму. Желательно иметь чистый автомобиль, предоставить его на осмотр. Мы выявляем повреждения внешние. Если надо, можем заказать внутреннюю диагностику автомобиля где-нибудь на сервисе. И после этого, учитывая все эти недостатки, либо улучшения, если они там есть, мы определяем стоимость рыночного автомобиля от 2 до 5 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101. Редактор субтитров А.Семкин